Давайте обсудим самую животрепещущую тему Едь жить в сиреную Корею, комуняка Называется видос у Константина Сопрыкина Скорее всего, я сейчас, я, это максимально предсказуемый персонаж Я же Ванга, сейчас он обосрется Ебать я Ванга предсказал, не правда ли? Сейчас он спизданет супер тупую хуйню Буквально на днях, ну если бы я коровой не болел То я думаю, эту тему, может быть, я и раньше бы смог поднять Но, не помню уже когда точно, но это не важно Написал мне чувак в личку Да, подписывайтесь на рассылку о стримах Заходите на стримы, как говорится И смотрите все мои реакции на мамочкины видосы и угорайте Пишет, если ты комуняка, то пиздуй жить в Северную Корею Я от этого вообще был в дичайшем шоке Во-первых, в каком месте я комуняка А во-вторых, какого хрена я должен ехать жить в Северную Корею Что за едиотия вообще? Звук невыносимо хуёвый, поэтому Если обычно он сидит хотя бы на месте, башкой не ворочает То здесь, блядь, то влево, то вправо, то, блядь, ещё что-то Нихуя не сжато, нихуя не слышно Поэтому я сделаю вот так и поколовну донаты Он написал, чувак, если ты демокряка, то пиздуй жить в Намибию или в Сомали Ты же хотел капитализм? Вот, пожалуйста, едь туда, раз ты мне предлагаешь ехать в Северную Корею Я вообще угораю над этим всем делом И, кстати, эту Северную Корею молюет, конечно, очень страшно Бывает, вот смотришь какой-нибудь ролик, а там Северные корейцы едят этот, как его, комбикорм Ну, вообще-то комбикорм они не едят, потому что это дорого Я думаю, они жрут всё-таки траву Ну что, дебилы, что ли? Северная Корея, ну, типа, закупает у Китая комбикорм, скотский корм и едят Ну, вообще-то да, комбикорм это дороговато То есть я думаю, что всё-таки корейцы рвут траву и жрут её Ё-моё, Северная Корея закупает у Китая зерно Потому что зерно намного дешевле, чем комбикорм Блин, какое нахуй зерно, блядь? Жрут траву люди, траву Типа, есть видосы? Поищи, посмотри Потому что комбикорм это смесь разного зерна Кто вообще, что за бред? Кто вообще про комбикорм спизданул такую хуйню? Типа, комбикорм это, извините, блядь Это только в приличных странах, как бы животные этим питаются Кто же это отдаст? В Северной Корее они едят траву, блядь Просто, вот, даже, ну, не газон, вот, ну, растёт на земле Кору деревьев, блядь, не знаю Они закупают пшеницу, которая стоит дешевле Кто, какой дурак, ляпнул вот эту чушь, что они закупают Ну, пока только ты То есть я впервые слышу вообще про комбикорм, ну, вот от Сопрыкина Впервые в жизни А, ну, типа, скотская еда А, кимчи, да, вот всякую такую вот срань, да, рис, то есть, ну Ну, чё там, короче, супер бомжатское, и чё, может провести, наверное И, опять же, я не знаю, нет ли у них, там, подобий законов о трёх колосках Или какой-нибудь такой хуйни, то есть, ну, как ты это проверишь? Если тебя везде водят, везде сопровождают, везде, то есть, ну, только лято вы можете фильм посмотреть, в принципе Там как-то что-то более-менее Ну, то есть ты просто видишь, блядь, своими глазами Типа, это не может, блядь, быть постановой И делаешь выводы просто, блядь, вот из картинок Ты можешь вообще с выключенным звуком посмотреть и всё И неважно, что он рассказывает, навязывает он своё мнение или нет Ты просто, блядь, он просто снял Типа, вот, блядь, люди вот так там, вот так сидят Вот так они там работают Вот так они, блядь, вот они жрут Вот их жильё Эээ, чё, молюет, блядь Просто сидит, ну, конченый бивис Просто несёт лютую хуйню, лютую поебень Я готов согласиться, не знаю, там, с Романовским Насчёт того, что вот Россия не так плоха, как её молюют Но, блядь, просто сидит, типа, ну, вот Ну, просто заткнись, реально Я вот прям, я не знаю, просто вообще, блядь Едят там как скот и так далее Вот я вообще просто Как скот, это да, действительно дороговато Жрут они траву Угораю над этими всеми знатоками Вот этих всех Корей Всех этих 38-х параллелей и так далее Ой, посмотрите на Южную Корею Как они хорошо живут В отличие от Северной Кореи Ну, в Южной тоже спорно Но... Ну, а если... Продуктивность Южной Кореи, конечно, глупо Ставить под сомнение Хотя... Ну, опять же, того же Лядова Посмотрите про Южную Чуть-чуть мнение так поменяется То есть у них есть свои сложности, проблемы У них довольно дорого жилье У них там до 30 лет живут с родителями Все... То есть пахают как проклятые И там, типа, по-моему, нехилый такой процент самоубийств У них помешанность на Пластических операциях тех же самых То есть они вот прям, у них внешность это все Они такие, можно сказать, перфекционисты В абсурдных даже вещах Вот... Но, с другой стороны, надо признать, что Южная Корея Безумно полезная всему миру Очень продуктивная страна С, там... Большим потанцевалом человеческого роста И всякой такой хуйни То есть у них Хёндай Самсунг И там... Это только то, что я сразу сходу первое вспомнил Северная Корея Это, блядь, тоталитарный ебаный гулаг В которой хорошо живется Одному человеку, блядь То есть... Нет, Северная Корея Охуительная страна Ровно для одного человека Ровно для одного Известного всеми человека Просто историю хотя бы чуть-чуть знать Я как бы не собираюсь никого защищать вообще Ну-ка, ну-ка Но если вот... Ну и что же ты нам расскажешь? Какую историю? Знать хотя бы чуть-чуть Какую-то вот историю вот этого всего дела Во-первых, самая распространенная ошибка То, что Ким Ир Сен Он исключительно шел по модели Советского Союза Во-первых, он, по-моему, даже Что-то то ли служил Ну, короче, он был точно какое-то время в Советском Союзе И... Ну, практически вот По модели Советского Союза То есть от нее отталкиваясь Он, естественно, выстраивал свою хуйню Точно так же То есть это, блядь, бредсевые коровы, что он несет Никто и не считает, что КНДР это копия Совка КНДР это Как бы на основе Совка Выстроенный еще больший пиздец Южная Корея Это на основе США Выстроенный Выстроенная страна Со своими проблемами Бесспорно Со своими сложностями Но, тем не менее Ну... Выбирая из этих двух стран Только, наверное, вот просто Абсолютно конченый уебан, блядь Выберет пожить в Северной Типа Вот как-то так Тащился от Совка Нет Он всегда шел по модели Китая И тащился Че за бред вообще, сивые коровы С каких хуев Блядь, КНД, сука Че за бред Народ Типа это, ну, хуйня в чате или нет Блядь, кто-то шарит У меня же, блядь, есть Кто историки, кто учится Или кто отучился уже Че за хуйня По какой модели Какого, блядь, Китая По Китаю И до сих пор Единственная Что там китайского, блядь Алё Я не... Блядь, я... Ты смотришь вот эти видосы И там, типа, блядь, коробки Сталинские прям Точь-в-точь Вот эти, ну, а-ля хрущевки А-ля какая-то хуйня Какой нахуй Китай В Китае, блядь, во-первых, то же самое Тоже могли, типа, типовые вот эти вот поеботины Из СССР позаимствовать Ну и один хуй, блядь, пизда Как говорится То есть Неприводимая для иностранцев фраза Но понятная Абсолютно каждому россиянину Один хуй пизда Трана, с кем они без проблем сотрудничают Это Китай Вот Плюс ко всему Во время войны Американцы И все остальные вот эти классные чуваки Разносчики демократии Выжгли напалмом всю Северную Корею Каждый десятый житель этой страны был убит Каждый десятый Это взрослые мужчины и женщины Репродуктивного возраста Пруфы или пиздобол Для этого подобное При этом Северная Корея начала Очень сильно развиваться Так, насчет, да Выжиг напалмом Сейчас посмотрим В чем, блядь, она Что значит Северная Корея Начала очень сильно развиваться Где, в чем В каком моменте В каком месте, блядь Во-первых, что мы имеем в виду Под сильно развиваться Блядь, я вообще обожаю Вот такие, на самом деле Фразы Типа Там, условно Какая-нибудь страна начала развиваться Как страна, блядь, может Что такое страна Вообще Для начала То есть Территория Территория, блядь, начала Развиваться Что значит, блядь что, блядь, значит Корея? Кто, блядь, в ней начал развиваться? Северная Корея. Экономика может развиться к Северной Корее. Или, блядь, там, индекс какой-нибудь хуйни. То есть просто вообще, блядь, сама вот... В чем она, блядь, может развиться? Мне просто... Что он имел в виду, мне даже интересно. Что за бред вообще, блядь, сивые коровы? Так, что я хотел поискать? Еще раз. КНДР, ну, просто, я не знаю, историю там хотя бы в педевике какой-нибудь посмотреть здесь. Каждого десятого. Во-первых, хуя ли не каждого девятого, блядь? А почему не каждого одиннадцатого? Ты, блядь, что это такое? Затираешь. Откуда ты знаешь? Каждый десятый или каждый хуятый? Или кто это тебе рассказал всю эту хуйню? Учителя в Брянской губернии твоей, блядь, которые по совковым учебникам тебя учили какой-то хуйне? Они тебе вот это все рассказали? И они, конечно, их мнение, блядь, авторитетнее, чем, сука, факты, блядь, просто подтвержденные материалами, видео, хуидео и так далее. Да, блядь, типа, ну, это же ебаные, блядь, школьники там хуйню себе повыдумывали. А это вот, блядь, наше замечательное вот, там, советское образование, лучшее в мире, блядь. Все все знают и все дебилы, конченные нахуй. Охуенное образование. Южная Корея в девяностых у них их вона страшно обвалилась. Все, блядь, каждое слово, вот, блядь, вот Сопрыкин, это вот тот самый яркий пример, почему, вот, на который можно указывать, когда тебе кто-то говорит там про пользу, там, не знаю, высшего образования, особенно пользу какого-нибудь ну, короче, на постсоветском там каком-то пространстве вот этого. Или по старым методикам каким-то, да. То есть, блядь, вот, ну, пиздец, человек знает умные слова и знает какую-то хуйню редкостную. И при этом занимается, ну, по сути, просто какой-то ебатой, блядь, ради того, что, ну, то есть, на что он живет в конечном итоге. И несет лютейшую хуйню. Вот такое образование. Ну, вот, отлично. И пришел донат, именно донат, от чуваков в полосатуре. Так, Корея была колониальным владением Японии. С десятых по сорок пятый. После окончания Второй мировой войны Корея, так, территория Кореево-Северная параллели была под контролем Советского Союза. Южнее США. Не удалось договориться объединение страны, что привело к формированию бла-бла-бла. Так. Ну, где просто, мне интересно, что это за каждого десятого пришли американцы, и в Северной Корее каждого десятого убили. А где, пожалуйста, просто, ну, информация какая-то об этом, какие-то пруфы, какие-то данные, где можно посмотреть. В сорок пятом освобожденный от японского господства Корейский полуостров был разделен на зоны влияния США и СССР. Так, блядь, в сорок пятом или в сорок восьмом? Значит, республика была... Короче, была зона влияния, и в сорок восьмом была образована республика. Так? Какой каждый десятый американец? Где ты, блядь, эту хуйню вообще придумал себе? Какой... Во-первых, как... Блядь. Ебаный в рот. Ладно. В шестидесят миллиардов долларов. Господа, можно... Есть же, блядь, должны... В каждом чате есть пара пидорасов-коммунистов. Подскажите мне, блядь, в чате. 37 человек. Должен же из вас быть хоть один, блядь, хуй. Подскажите. Что за бред про то, что каждого десятого северокорейца американец, блядь, отхуярил? Когда? Что за бред? Она была под Японией, а потом она стала под СССР. Где? До 70-х, 80-х была выше по темпам экономического роста. Ну да, только экономический рост как бы был в лице одного человека, мне так, честно говоря, кажется. Может, я, конечно, что-то не понимаю в этой жизни? Так. Корейская война в 50-х, то есть позже уже. Так, хорошо. Давайте пока дальше послушаем. Представляете, какая это сумма? Почему? Потому что нужно сделать так, чтобы Южная Корея была намного круче Северной Кореи? Ну, потому что как показать, что все плохо? На самом деле... А, ну, хорошо, да. То есть как бы это так все показательно. А что же мы не показали нихуя, интересно? Почему СССР нихуя не показал? Расскажи, пожалуйста, Константин Сергеевич. То есть это все, это все, блядь, сделали, вот да. А почему они сделали, а мы не сделали в таком случае? Почему они смогли сделать? Почему у них нашлось время? Почему они заморочились этим? Почему, вот, блядь, какого хуя они сделали? Это тот же самый полуостров, просто, блядь, северная и южная часть. Те же самые люди, тот же самый народ. Это, блядь, вообще одно и то же абсолютно. Просто этих начал контролировать совок, этих начал... Почему, блядь, мы сделали говно, хуйня, пиздец, а они сделали нихуя прикол заебись, ебать? Ответь-ка на это, блядь, умник. Типа все хорошо. Это дало грандиозный толчок. Про корм должен посмеяться на слово. Да, может еще как. Каждый раз буду угорать с этого. Толчок дал он, да. Так где? Вот, Корейская война. Ким Ир Сен не смог, Ким Ир Сен не смог смириться с разделением. Кореи на два государства. Консолидация вокруг правительства на юге, восстания положили конец ожиданиям северокорейцевого объединения бла-бла-бла. Ким Ир Сен в 49-м начал искать помощи со стороны СССР и Китая в организации военной кампании против Южной Кореи. Сталин игнорировал просьбы Ким Ир Сена, но победу коммунистов в Китае бла-бла-бла заставили его пересмотреть. Был дан зеленый свет операции против Южной Кореи, советские военные советники участвовали бла-бла-бла. Прямого вмешательства не будет, КНДР атаковала Южную Корею. 25 июня 50-го года. Пользуясь эффектом внезапности войска Северной Кореи. Ну, я, понятно, педевикию читаю, ну, найдите мне опровержение, то есть тут есть ссылки на источники какие-то, на корейском языке, между прочим. То есть, если мне найдут пруфы о том, что это все хуйня и пиздеж, я... Хорошо, покажите, где. Захватили Сеул, бла-бла-бла. Вскоре им пришлось отступить под напором сил ООН, ведомых американцами. Возможно, вот после их ебаного нападения на Южную Корею пришли американцы и сказали, вы охуели пидорасы, блядь, и убили, да. Может, каждого десятого, может, каждого девятого даже. ООН, толчок. Южная Корея для развития. А Северная Корея находится при чудовищных санкциях со всего... А, да, в этом беда. В этом все проблемы, да. ...мира, потому что, если ты поссорился с чуваками в полосатых трусах, то как бы, извини, подвинься. И эмбарго, и залупярго, и вся остальная вот эта вот... Ну да, то есть, они же единственные в мире такие, да, у кого... То есть, никак нельзя ни нефть, то есть, Сингапур, вот там, не знаю, а, нет, Сингапур, наверное, тоже они подсосы америкосовские, да. То есть, какие-то азиатские страны, которые с америкосами не дружат, и при этом, ну, то есть, не особо никак дружат, там, и у них при этом капитализм, и все в порядке. Это, конечно, все, бред и хуйня. Блин, про Сингапур я, кстати, даже точно не уверен, но, по-моему, он такой, он как бы, ну, про западный все равно, да, достаточно. Не, а тогда возникает вопрос, а нахуя ссориться с полосатыми трусами? То есть, вообще, в чем смысл? Вот, есть ли хоть одна страна дружащая, да, с полосатыми трусами, в которой плохо? То есть, блядь, все, все, кто с ними корешатся, японцы корешатся с америкосами, у них хуенно все, просто пиздец вообще. Корейцы корешатся, и там ебаный в рот, пиздец вообще. Европа корешится, и у них все, блядь, здорово, зарплаты хуяты, блядь, там уровень жизни, асфальт, не знаю, и так далее, и вся поебень. Экономика. Музыка. Те, кто с ними, вот, ну, кто с ними срется, да, ну, возможно, есть какие-то. Ну, окей, да, есть же все-таки нефтяные, кстати, нефтяные, кстати, тем более. Я не знаю, как в КНДР, насколько у них там с нефтью или какими-то такими ресурсами, но, ну, мы знаем, нефтяные страны такие, которые вряд ли дружат с Америкой, это особо. И при этом, ну, вокруг этой нефти выстроили прекрасный капитализм вполне себе. Такой, ну, конечно, с в меру элементами каких-то социальных таких вещей, но в целом капитализм. Может, я что-то не понимаю, ребят, может, вы поможете привести пример в чате. Я тупой вообще, я же, я, бля, Моисей Таракан, что он может знать здесь? Нет достоверных данных. Ну, как нет? Вот Сапрыкин сказал каждого десятого. Вот Сапрыкин, ну, как это нет? Вот, есть у Сапрыкина есть. Шляпа. Главное, зачем, если мы видим плоды политики Северной Кореи и Южной Кореи с ее прогрессом? Ну, меня, вот, в принципе, можно даже более такую негуманистическую позицию иметь, то есть, ну, должно ли меня ебать, каково там людям внутри страны? Важно, как, ну, как бы, что мне выгодно. У меня, блядь, есть в наличии, в собственности плоды того, что сделали южные корейцы. Мне нахуй не нужно ничего из того, что сделали северные. И, типа, а южные заебись, как бы, вот и все. Больше южных корейцев, хороших и разных, пусть делают, блядь, больше техники, изобретений и всего такого. Арабские Эмираты срать ебали. Ну, вот, я и говорю, нефтяная экономика, то есть, есть экономики построенные, просто, я не могу вспомнить, вот, если кто-то подскажет, все-таки, развитый капитализм, не дружащий с Америкой. Вот это мне было бы очень интересно. То есть, именно страна, где действительно развитый капиталистический, развитый капитализм, которая при этом с Америкой. Ну, то есть, блядь, понимаете, народ, это как объяснить? Как бы, вот, почему, например, я дружу с Фредом, с Лехой, с Бау, ну, и они, как бы, вроде бы дружат со мной, то есть, у нас такие взаимно хорошие отношения, и при этом мы все дружно, типа, не уважаем Ряженку, не уважаем, там, Сопрыкина, в рот срали, там, всем говноедом. То есть, почему это так? Блядь, ну, короче, скажем так, то, что кажется причиной, может быть следствием, то, что кажется следствием, соответственно, наоборот, может быть причиной. Типа, грубо говоря, я, допустим, вот, не знаю, смотрю видосы Лехи из Бау, и такой, поддакиваю ему весь такой, или там, Фреда, смотрю и поддакиваю, потому что мы дружим. На самом деле, блядь, я с ним согласен, и поэтому, мне с ним интересно, типа, там, и с Фредом, и с Лехой из Бау, и, собственно, со всеми чуваками, то есть, мы корешимся, блядь, потому что, типа, ну, мы не долбоебы, и мы все вместе считаем одну хуйню, не потому что все наши друзья так считают, а потому что, блядь, мы и сами так же считаем, и эти люди, то есть, ну, грубо говоря, я считаю Ряженку хуесосом, не потому что Леха из Бау его считает хуесосом, и Фред, нет, а наоборот, Леха и Фред, мои как бы, ну, я их считаю, можно сказать, своими, там, как вот, корешами, единомышленниками, чем-то из этого, то есть, людьми, ну, с которыми я на одной волне, потому что они тоже считают Ряженку, и вот всех вот этих жухов хуесосами, то есть, ровно наоборот, и я думаю, что то же самое с Америкой, типа, страны, которые корешатся с Америкой, и в итоге у них, ну, то есть, развитый капитализм, дело не в том, что они корешатся с Америкой, и благодаря этому у них все, а как бы они не долбоебы, и поэтому они, конечно, корешатся с Америкой, и мне кажется, возможно, вполне, что все работает просто наоборот, и причины и следствия наоборот, и да, есть, ну, видимо, нефтяные, вот кроме нефтяных все-таки, мне очень интересно, есть ли такие вот страны, у которых все-таки нет каких-то таких отношений с Соединенными Штатами Пиндосии, было бы интересно. Поэтому, сами подумайте, но зато сделали ядерное оружие в полосатых трусах, то как бы, извини, подвинься, и эмбарго, и залупярго, и вся остальная вот эта вот шляпа, поэтому... Япония, да, практически под США, нет, Япония с США корешится, вы чё, ребят? Нет, Япония, конечно, корешится. Ни у кого в мире нет дома российских товаров? Ну, слушай, тут тоже, опять же, типа, ни у кого в доме нет российских товаров, не потому что злые американцы не дают нам продавать наши товары, а потому что российские товары это неконкурентный кал. То есть, извини меня, почему Словения, в ней 2 миллиона там населения, и они делают вот своё вот это вот горение, и мы в России покупаем эту хуйню именно как, типа, даже элитная какая-то техника, да? Это, блядь, ну, по сути, что такое вся там Словения или Словакия, даже Словения, да, всё-таки? Это просто ебаный, ну, блядь, Воронеж, и всё. Это вся страна. И у них вот одна только вот эта контора есть, как минимум, да, которая на весь мир продаётся, типа, и, ну, типа, может чуть ли не всю экономику там, блин, всей страны образовывать и так далее. Ну, то есть, прикол в том, что, как бы, это просто пиздатая хуйня. Я бы лично, я бы, ну, не знаю, про себя даже, смотрите, экономика же внутри страны может работать. Алло, Россия — это 150 миллионов человек, содружественные страны — это ещё там столько же. То есть, если бы всё как бы по-человечески было бы и нормально бы общались, что называется, ну, и опять же, учитывая, что институт репутации штука спорная, блядь, сделали бы мы охуенную микроволновку, например, какую-нибудь, просто чтобы, блядь, Samsung обосрался и обоссался, и которая стоила бы ещё там столько же или дешевле, как Samsung. Блядь, да кто бы брал Samsung? Нахуй. Типа, я бы лично взял, я бы взял российский ноутбук, российскую мобилу себе бы взял, и российский, ну, при прочих равных. То есть, если всё абсолютно одинаково, я могу взять либо российское, такое же, ну, то есть, хотя бы такое же, но его нет. К сожалению. И опять же, не потому, что у нас плохая страна, плохие люди, которые тупые, криворукие, нихуя не умеют, не могут сделать ни стиралку, ни автомобиль, то есть, чё, ебать, итальянец смог собрать Lamborghini? Мы не можем, блядь, видите ли, мы тупые, да? Или, например, немцы собирают хорошие машины, а вот у нас как-то, ну, нет, на 150 миллионов, ни один, блядь, не может собрать пиздатый автомобиль. Ни одного нет, блядь. Или же всё-таки, или же всё-таки, проблема, сука, в условиях, скажем так. Это, как говорится, ребята, вы уж сами для себя решите, я навязывать не буду. Ну, сами подумайте. Но зато сделали ядерное оружие, вступили в этот самый клуб с ядерной программой, ещё говорят, что там все северокорейцы ненавидят государство, чуваки. Северные корейцы, вся нация, там 25 миллионов человек живёт, не сдала государство, когда та делала ядерное оружие. Сделать ядерное оружие, это не двум чувакам собраться во дворе и слепить из Лего ракету. На это работает вся страна. Страна очень горная, очень мало пахотных земель и остального. И как бы все природные ресурсы шли именно на разработку вот этого дела. И никто не сдал. Блядь, я просто отказываюсь комментировать, серьёзно. Что значит, блядь, сдал? Ну да, блядь, приходит такой... Во-первых, уже смешно. Северокореец приходят в Китай. Ну так, типа, граница не закрыта и просто приходит такой. Или в Южную. И такой... Блин, знаете, пацаны, я вот... А я же, как любой северный кореец, мы 25 миллионов, мы все знаем, что мы все делаем ядерное оружие. Знаешь, мы там оружие делаем. Типа, он так себе это представляет. Типа, пришёл северный кореец. Или, блядь, куда он? В посольство приходит. И такой... Блин, пацаны, тут такое, короче. Походу, мы оружие делаем, блядь, ядерное. Просто... Ну, серьёзно, я даже не хочу пытаться понять, что он пытался спиздануть. Я не хочу... Я не вижу смысла пытаться это оспорить, потому что... Блядь, это ж просто пиздец. Вообще, это... Такая поебень, блядь, редкостная. Да, почтовая рассылка по всем корейцам, типа, конечно, да. Сам этот Ким Ир Сен объехал, и при этом, ну, вся Северная Корея знает, сзади, ну, то есть, по бокам, там, никто, ни у кого никаких не шпионов, нихуя нет. Не-не, никто ничего не знает, да. Просто так вот сделали. Ну, сам объехал этот Ким Ир Сен, Ким, там, следующий, да, там. Вот, то есть, объехали, и такие... Пацаны, пацаны! И там такие эти, ну, траву едят, блядь, не знаю, там, пахают что-то, там, коров ебут, там, не знаю, гусей доят, блядь. Да, шо, 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 с Ким Ир Сен, там, о, там, ханчонюин. Мы делаем ядерное оружие. Он такой, о, блядь, будем знать теперь всё. Как в Саус Парке, типа, да? Эти, помните, переоделись в китайцев, короче, Картман с Кайлом, и пришли, блядь, к китайский ресторан, к этому ганьванчи. А, мы тоже китайцы, а помните нам наши пыраны по атаке на Америку, да? А мы ведь тоже китайцы, как вы. То есть, блядь, ну, пиздец, ты просто, блядь, ёбнутый в хуй, вообще, блядь, ёб твою мать, я, блядь, у меня ощущение, что, вот, блядь, полено реально, просто дубовое, тупое полено научилось разговаривать и несёт какую-то лютую хуйню. Я, я в шоке, блядь. Всё, давайте дослушаем. Разведка у чуваков в полосатых трусах очень хорошо работает, но они узнали о ядерной бомбе только как тогда, когда провели её испытание. Это говорит о том, что, ну, конечно, скажешь, ой, это же КГБ там, местное, да? Ну, конечно, 25 миллионов КГБшников, они приставлены к каждому человеку. Там же через границу какие-то, ой, постоянно все бегут. Естественно, никто ничего не рассказал. Поэтому, ну, чуть-чуть надо вот... Да, все 25 миллионов знали. Хотя бы как-то что-то думать. Но когда приходит вот эта... Вот такая, ну, просто я представляю, типа, вот, КНДР, там, ну, мама, не знаю, какая-нибудь ребёнка, там, вот, сидит там сиськой кормит. И такая, и типа... У них в школу идёшь, типа, в КНДР, приходишь, и там тебе урок математика, там, корейский язык, и там третья. Вы знаете, что у нас ядерная бомба? Да, всё, отлично, молодцы дети. Типа, урок там, какого-нибудь ядерного бомбирования. Что за... Что за хуйня? Хуйня! Что за... Просто, блядь, абсурдное дебильное поебенье. То есть, народ, ещё раз. Спорить можно тогда, когда человек, допустим, говорит, и там, ну, ты не можешь быть уверен. То есть, а спорить какой-то факт, ну, типа, у которого может быть разная трактовка. То есть, например, спорить, реально спорить, можно о том, допустим, чей Крым. Типа, это субъект в составе Российской Федерации, или же это оккупированный, типа, на самом деле, часть, там, Украины. Федерация, там, не может содержать в себе автономию. Автономия, блядь, там, что-то там, какая-нибудь хуйня не может содержать в себе пизду. То есть, это хотя бы реально, там, можно обсуждать, о чём-то спорить. Потому что, такая трактовка имеет своё обоснование, имеет место быть, и как бы её хоть как-то можно, у неё есть какие-то в её пользу доводы, факты и прочая хуйня. И в пользу этой трактовки тоже есть факты, доводы и прочая хуйня. Здесь он просто спизданул настолько лютую хуйню, что, ну, типа, все 25 миллионов корейцев, все знают про бомбу, при этом, блядь, все бегут в Китай и вот сразу же, блядь, бегут рассказывать, а мы там бомбу делаем вообще-то. Просто первому встречному китайцу, естественно. И тот первый встречный китаец естественно звонит сразу своему президенту и такой, э, мы тут бомбу делаем, как бы, блядь. Какую хуйню он просто спёздал? Я, ну, честно, вот, я, понимаете, я поэтому не буду это даже спорить с этим. Типа, ты коммуняка и едь живи в Северную Корею, я угадаю. Да ты дурак, а не коммуняка, блядь. Рай, вот, почему все одинаковые? Ну, едьте в Намибию тогда, если вы так сильно любите там демократию и весь остальной капитализм. Ну, или в Сомали поедьте. Чего упихаетесь сразу этой Северной Кореей? Ой, вот эти диванные аналитики меня, конечно, вообще убивают. Хотя бы чуть-чуть бы открывали какую-нибудь историю, какую-нибудь гугл, а потом бы плевали с чем-то. Да, я согласен. Я абсолютно согласен. Только опять, как обычно, Сопрыкин думает, что говорит про кого-то другого и в итоге абсолютно прав про самого себя. Очень забавно. Ну, у меня не забавно. Мне, честно говоря, скорее смешно. Не смешно, а типа, да я в ахуе просто, блядь, я не знаю, что сказать. Я, типа, в плане истории, там, политики, ну, просто абсолютный лабух, любитель, там, и так далее. Блядь, едва ли хоть что-то в этом шаре, просто насколько тупую хуйню человек спизданул. Вот, блядь, как можно умудриться так? Вот настолько тупость спезнуть, просто вообще лютую, блядь. Я не знаю, серьезно. Эмираты Японии сотрудничают с США. Ну, значит, сотрудничают. У меня тоже горение от того, что Сопрыкин хуйню несет, типа, да. Так. Ну, понятно, блядь, ребят, вы несете что-то, какой смысл вообще что-то умное говорить в чате? У нас, блядь, не тот уровень беседы, чтобы что-то умное, чтобы какие-то доводы приводить. смотри, что у меня есть, показывает Сергей Юрченко, унитаз. Толчок, да. Колдырина кухня с соседом обсуждает. Не, он вроде как не топит за тоталитаризм. Так что, не стоит ему приписывать того, что он не делает. В этом нет смысла. Зачем? То есть, Сопрыкин и так, блядь, просто конч, вообще жесткий, безмозглый абсолютно персонаж. Абсолютно, блядь, лишенный извилин. Без, блядь, просто у него рак юмора. Он нихуя ничего, блядь, не понимает, кроме, вот, наверное, своей гидрогеологии сраной, и кроме того, что он там что-то как-то запоминает, причем запоминает какую-то полную хуйню и криво через жопу. Вот кроме этого, это вообще просто абсолютно пустой нулевой персонаж. Нахуя придумывать для него еще какую-то хуйню? Он топит за тоталитаризм. Где ты эту хуйню услышал, сержант Пеппер? Не надо пиздеть того, чего не было. Во-первых, зачем? То есть, ты, блядь, только мне хуя весь сделал сейчас. Взял, спизданул то, чего не было. И теперь в итоге любой подсос Сопрыкина может прийти и сказать «Вот тупые, блядь, моисеевские зрители, блядь, несут хуйню». Где я сказал, что я за тоталитаризм? Оправдывать Корею это не топит за тоталитаризм? Нет. Ладно, похуй, насрать.